Прекрасный день, чтобы творить творчество! Я вас приветствую! Сегодня у нас очередное практическое занятие для разработчиков начального уровня, то есть для тех, кто только собирается писать код, собирается стать разработчиком, программистом. Опыт у меня порядка 25 лет, даже чуть больше, и я хочу этим опытом с вами поделиться, и я не придумал ничего умнее, чем взять простое консольное приложение и реализовать так называемый калькулятор, который от пользователя принимает два числа, принимает оперант, который нужно сделать с этими числами, и выполняет операнта, показывает результат. Собственно говоря, какая тема на сегодня? Цели и задачи у нас в общем-то сегодня достаточно сложные, но они очень важны для C-Sharp, и я попытаюсь на конкретном примере показать, что это такое, абстракции, как с ними жить, какие они бывают, что с ними делать, для чего они вообще предназначены, и мы их реализуем в нашем приложении на конкретном примере определенного сервиса, и далее это нам даст шаг вперед, мы будем изучать dependency container, я думаю, что будет интересно. Ну а перед тем, как начать, я прошу вас подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы получать уведомления, ну а если вы готовы стать спонсором и поделиться какой-то незначительной суммой в фунт поддержки моего канала, было бы чудно и замечательно, были бы больше видео, было бы больше возможностей, ну и наверное на этом все, давайте переключаться в Visual Studio и начнем программировать. Итак, давайте поговорим о том, что у нас есть, как мы до этого докатились и что нам это собственно говоря дает. Ну, во-первых, я увидел тут ошибку, давайте я ее сразу переименую, я вижу, что у меня в калькулятор сервис внедряется другой output сервис, соответственно провайдер у меня должен быть уже калькулятор, а не сервис. Почему я так сделал, я объяснил в прошлом видео, я думаю, что было бы неплохо пересмотреть, если допустим, вы не понимаете, зачем я это делаю. Итак, у нас есть консольное приложение, давайте проверим, что оно работает, вернее как оно работает. Отлично, вот у нас есть какая-то цифра, пусть она будет float, то есть с дробной частью, и здесь есть какая-то другая цифра, и мы будем ее делить, и у нас получался результат 3.16, нажимаю кнопку, приложение закрылось. Такой вот простой калькулятор, но он построен не совсем простым способом, да. Я думаю, что мы сейчас будем дальше углубляться, хотя я уже рассказывал, почему и зачем это делается, но тем не менее. Итак, смотрите, мы создали пачку сервисов, которые во всяком случае, вот на данный момент они все усложняют. Все было просто, когда у нас их не было, но тем не менее, это шаг к масштабируемости приложения, к возможности его переносить на другие платформы и использовать на разных, собственно говоря, даже операционных системах, как Linux, Linux или Windows или, допустим, даже MacOS. Давайте представим на секунду, что у нас есть заказчик, который нам платит деньги, и вот он приходит и говорит, все отлично и замечательно, твое приложение прекрасно работает, но я хочу, чтобы у меня результат работы калькулятора выводился, ну, например, в модальное окно, в MessageBox. И тут начинаются проблемы. У нас заложена информация о том, что у нас есть Output Service, который может выводить только... Да, калькулятор есть. Который может выводить в консольное приложение, и для того, чтобы нам выводить это в MessageBox, ну, давайте я добавлю и покажу, что это действительно возможно, мне нужно подключить сборку... Так, сейчас мы ее найдем... Брос, а вот она нам. Есть сборка, которая лежит вот в этой папке, я думаю, вы ее видите, назвать SystemWindowsForum, я ее включаю, говорю ОК, и теперь у меня есть возможность написать здесь не консоль в RightLine, а могу сказать MessageBox.Show, соответственно, Message. Отличная штука получается, теперь я могу выводить сообщение, ну, вернее, все сообщения будут выводиться у меня в модальное окно, ну, в уведомление. Давайте запустим, и я покажу, что это действительно так работает. Запускаем программу. Вот, смотрите, у меня появилось калькулятор, то есть информация о том, что... Теперь мне ввести нужно первую строчку, я говорю ОК, ой, первую цифру, и я ее завожу. Давайте заведем 3043, нажимаем Enter. У меня опять Message выдаётся в другое окно, я нажму опять 4034, хорошо. Теперь введите Apperant, я говорю умножить, нажимаю Enter, и результат у меня 1472. Отлично, программа завершена. Как вы понимаете, во-первых, сам принцип того, что мы вынесли вот этот вот Output Service в отдельную сборку, в отдельный класс, в отдельный сервис, если хотите, нам дал возможность централизованно в одном месте изменить одну штуку, которая называется консоль в WriteLine на MessageBox Show, и у нас появилось чудо. Ну, хорошо, не так сказал, слишком громко, да, слишком пафосно, скажу по-простому. У нас получилась возможность, в одном месте поменяв, изменить вообще принцип работы программы. Но суть сводится к тому, что заказчик, он злой, он приходит и говорит, что у меня есть клиенты, которые половину хотят видеть в консольное приложение, а половину хотят... Ну, не так, давайте сделаем по-другому. Вот результат, только конечный результат, который выводится вот в провайдере, вот в этом месте, так, это если нул ошибка, минус... А, вот здесь. Вот только результат выводить конкретно в другое окно, то есть, вот именно вот это модальное сообщение. Ну, ничего нет сложного, давайте тогда начнем делать рефакторинг, и он начнется со следующего. Раз у нас... Ну, во-первых, мы вернем это обратно. Вот это удалим. И раз у нас этот output-сервис, его нужно немножко переименовать, потому что он все-таки к консоли output-сервис, и именно это я сделаю. Enter. Просит переименовать. Нет, не надо ничего больше переименовать. Я... Вот так вот хочу. Просто переименую один класс. У меня это сделал ReSharper, этим прекрасно может заняться, собственно говоря, Visual Studio. Ну, нужно следить за тем, что она делает. ReSharper, кстати, тоже за ним нужно следить. И таким образом у меня теперь есть консоль output-сервис, и что мне теперь мешает сделать, ну, например, новый сервис, который называется будет MessageBox... Ой, Box, давайте правильно опишем, output-сервис. Ну, вот такой вот C-sharp-ный файл, и я сделаю то же самое. Я скопирую вот этот вот код, и вставлю сюда. Ну, только здесь я уже вместо вот этой штуки напишу MessageBox, у меня он есть, ShowMessage, все. То есть у меня теперь, получается, есть два сервиса, которые могут выводить пользователю информацию, один в консольном приложении, другой, собственно говоря, как вы понимаете, в MessageBox, ну, то есть в окошечко модальное. Давайте я это тоже закрою. Но тут встает вопрос, а что, если я хочу... Ну, давайте для начала создадим инстанс этого класса, теперь он у нас уже будет называться конкретно MessageBox в консоли-сервис, и, соответственно, здесь нужно сделать большой и сделать MessageBox, вот так вот. MessageBot output-сервис, а здесь давайте переименуем его на консоли output-сервис. Вот ReSharper меня любезно, ну, или Visual Studio, предложила переименовать файл. Ну, и теперь смотрите, у нас есть консольный output-сервис, который использует все программы, и есть MessageBox output-сервис, мы вставляем его вот сюда, и счастье, в общем-то, заказчика безмерно. Мы простым нововведением нового класса, у нас, получается, результат выводится в модальное окно. Вводим второе число, ну, ладно, делим их, получается единичка, мы видим это в другом окошке, нажимаем ОК, ну, нажимаем ОК, и программа работы завершила. Чудно, замечательно, а теперь заказчик начинает злорадствовать. Следующее злорадство заключается в том, что он хочет опционально менять, в какое виде должны пользователи выдаваться сообщения, либо в консольное, либо в это, и это можно сделать, допустим, через аргументы. Я давайте сразу вам покажу, что это возможно существует в дебаге Visual Studio. Давайте поставим бряку для начала, запустим, ну, чтобы, опять же, вдруг вам это пригодится. Вот консольное приложение стартануло почти что, и вот аргументов у меня, как видите, ноль, ну, вернее, пустая строка. А для того, чтобы сюда пришли аргументы, то есть, чтобы я мог запустить это консольное приложение с аргументами, это запустить экзешник и добавить в него определенные параметры. Это делается вот здесь. И это, так, один момент, дебаг. Я могу сказать, что у меня аргументы будут, ну, например, ну, вот сейчас модно делать два Даша, ну, то есть, два тире, и написать output, например, равно консоли. или, допустим, тире-тире, ну, вот следующий параметр. Ну, то есть, я могу здесь написать или консоль, или там message mb, например, message box. То есть, вот такие два параметра mb или консоль, и вот заказчик хочет, чтобы запускалась эта программа, все отлично, но нужно выбирать прям при старте приложения, куда он хочет это выводить. И тут начинается проблема, потому что, на самом деле, мы это пока не можем обработать. Давайте по улучшению поставим can, соли. Давайте запустим это приложение еще раз. Я покажу, что этот параметр в дебаге упадет в метод main, вот он, в аргументы, и вот вы видите параметр, и мы видим его значение, output, консоли, в общем, видно, что сюда параметр пришел. Это так, на всякий случай, чтобы вы знали просто. Итак, мы понимаем, что у нас есть какой-то аргумент, который мы должны, в общем-то, вычислить, какой из них мы должны использовать output сервис. И, в общем-то, на самом деле, это не проблема. Давайте предположим, что у нас должен быть консоль сервис. И для того, чтобы, то есть, у нас консоль сервис, вот, консоль output сервис, он уже работает, он провалится сюда, сюда и сюда. А если мы захотим, чтобы у нас message box сервис, который мы выберем на основании, ну, в общем, это делается примерно так. Если аргумент, давайте для начала проверим, что содержит он хоть какую-то информацию, то есть, any, то есть, хоть там вообще что-то есть. Если not any, тогда мы выдадим сообщение. Ну, опять же, давайте выдадим exception. throw new argument argument null exception. Мы не знаем, какой выбрать вид отображения, поэтому выкидываем сообщение, а в данном случае для нас это, в принципе, нормально. А дальше мы проверяем. У нас в аргументах одна строка и там тире-тире консоль и мы тогда давайте тогда сделаем таким образом. Все аргументы это как бы такая в сторону небольшой отход, я думаю, что это тоже будет полезно. var допустим values мы сейчас возьмем все values и вот этот аргумент мы возьмем первый параметр, который там есть и сделаем его split мы разделим строчку которая возьмет знак равно и разделит его на две части. Вы помните, что у меня там забита именно консоли равно вот этот равно мы найдем и сделаем два параметра они будут то есть один будет output а второй консоль но так как нумерация в C-Sharp начинается с нуля то есть нулевой будет тире-тире консоль первый параметр как раз будет название консоль и соответственно мы знаем что если values первый параметр равен консоль ой давайте правильно напишем консоль тогда мы знаем что у нас ну давайте мы здесь определим параметр какой-нибудь теоретически сюда можно ну давайте напишем вот таким вот образом если у нас равен консоль тогда давайте я вот так сделаю var нет давайте не будем изобретать велосипед и так велосипедов хватает мы знаем что у нас будет консоль поэтому мы создадим ну в общем-то к чему пытаюсь довести смотрите на самом деле у нас здесь в этом месте начинается проблема потому что если мы возьмем message box output service как я уже показывал и закинем его вот сюда то у нас здесь она скажет ошибка не могу и вот здесь на помощь как раз уже приходят абстракции и для того чтобы с ними справиться со всеми выборками нам нужно абстрагироваться от конкретной реализации то есть нам не важно это будет консоль output service или message box output service мы от них абстрагируемся мы не берем во внимание что это будет конкретно мы переходим на более высокий уровень мы будем говорить что у нас есть output service и этот output service должен печатать а вот куда печатать каким образом он будет реализован нам в принципе абсолютно не важно и для того чтобы это реализовать я делаю обычно таким способом я создаю базовую папку ну вот просто у меня такая привычка вы можете этого не делать но я просто покажу и я начинаю создавать новый интерфейс который является абстракцией в интерфейсах нет реализации и мне там реализация абсолютно не нужна то есть я хочу сказать что у меня есть интерфейс буква i говорит о договоренности то есть naming convention это microsoft рекомендует что если у вас будет интерфейс то поставьте перед названием класса перед названием файла вот эту букву i сервис я нажимаю enter и создаю интерфейс вот этот интерфейс говорит о том что во первых я думаю что вы прочитаете что такое интерфейс в c sharp если кратко то интерфейс это абстрактная вещь на самом деле которая то есть не имеет реализации я могу только сказать что должен делать файл который будет от него унаследован сейчас будет намного понятнее когда мы сделаем конкретную реализацию и так у меня есть интерфейс я даже напишу сюда комментарий чтобы было понятно вывод вывод даже не буду писать куда вывод информации пользователю ну пусть будет так и ой пользователю пусть будет все таки правильно и мне здесь нужно всего лишь навсего сказать что это должен быть какой-то метод void пусть будет void который не не выдает никаких результатов просто выполняет и пусть он называется print ну или давайте output ну вообще давайте так посмотрим как он там называется у нас уже есть где он консоль output service здесь используется print и messagebox output тоже используется print давайте тогда так и сделаем print это говорит о том что мы не меняем реализацию и здесь просто напишем что у нас есть метод print какой-то где-то как-то который приходит string в который приходит message собственно говоря это все и я единственное что еще напишу комментарий выдает ой я уже здесь написал вывод информации пользователя давайте тогда вот так сделаем для красоты пользователю а здесь напишем как это будет по-русски сервис нет сервис вывода информации пользователя сервис что-то неправильно написал да сейчас поправлю таким образом получается что мы создали какую-то абстракцию которая в общем-то ничего не делает она просто говорит что должен быть какой-то метод в каком-то классе который должен выводить на экран теперь я эту штуку закрываю и теперь я смотрю что у меня здесь консоли сервис и собственно говоря у меня еще есть и сейчас один момент а ну да конечно я не так делаю я хочу показать что у меня есть два класса одинаковых по функционалу и для того чтобы они стали одним целым то есть реализации одного интерфейса я ставлю двоеточек пишу ioutput сервис и здесь тоже пишу двоеточие ioutput сервис то есть другими словами наши классы теперь реализуют этот интерфейс если я отсюда удалю вот этот метод то мне компилятор скажет ошибку этот класс должен этот метод реализовывать и если я нажму имплементировать то есть реализовать то по большому счету он мне как раз вот так вот покажет тот же самый метод принт который у меня уже реализован и я его так вот возвращаю обратно и собственно говоря вот этот интерфейс мне обязательно скажет моему классу реализовать вот этот метод который совпадает сигнатура и как вы понимаете теперь у меня есть возможность использовать то есть iOutputService является абстракцией а это конкретная реализация соответственно теперь мне нужно проделать некоторые манипуляции в самом классе в самих провайдерах которые используют этот провайдер который использует этот сервис начинаю заговариваться потому что устаю и так мне теперь нужно здесь сделать чтобы у меня сюда приходил iOutputService и она скажет мне нужно поставить namespace вот она поставила namespace точка base это значит из папки base и теперь я везде подставляю этот сервис и у меня абсолютно ничего не меняется потому что вы видите вывод информации берется из интерфейса я нажимаю в 12 и попадаю непосредственно в iOutputService то есть моему вот этому классу input float провайдер абсолютно неважно какая реализация придет либо консоль либо там я не знаю файл какой-нибудь либо messagebox главное чтобы эта штука имела метод принт который она собственно использует вот таким вот образом я отделил то есть абстрагировался от конкретной реализации и взял некоторую абстракцию которая в принципе фиолетово куда эту штуку выводить давайте посмотрим теперь в другом провайдере ой ой я в нем нахожусь калькулятор провайдер и здесь я сделаю то же самое мне собственно говоря абсолютно не важно что там придет как она придет главное что у нее есть принт и эта штука сработает соответственно namespace я почищу и есть input оперант куда тоже попадает этот output сервис и я также добавлю его сюда вот таким вот образом и получается что здесь у нас вот при вводе тоже будет использоваться опять уже видите интерфейс вот она подставляет сюда что это действительный интерфейс давайте даже вот так вот покажу вот вот нет так не видно ну в общем здесь вот вот так вот неважно вы потом запустите и у вас тоже все она покажет таким образом получается что я прокинул во все свои классы абстракцию которая может принимать любой вид что теперь мне остается давайте я закрою все кроме этого таким вот образом и теперь в общем-то что я могу сделать я могу сказать что у меня есть конкретный интерфейс который называется i output сервис это будет output как вы понимаете сервис и здесь я его пока ничему не приравняю а вот здесь есть у меня консоль я сделаю такое ветвление если у меня консоль то у меня вот этот вот давайте вот эту вот штуку я удалю давайте пока закомментирую она мне нужна а вот здесь скажу если у меня консоль output сервис равен new output ой консоль output сервис а если не консоль ну допустим там написано мб я не буду конкретно проверять на совпадение строки в строку я напишу что у меня output сервис равен new message block консоль сервис другими словами если у меня теперь есть две реализации я могу эти обе реализации здесь нужно сказать что она нигде не используется но сейчас мы ее поправим я могу указать на интерфейс любую реализацию она главное что эти классы реализуют как раз этот интерфейс еще раз покажу реализация установится вот таким вот образом то есть этот класс имплементирует этот интерфейс и теперь соответственно я сюда могу поставить output сервис сюда могу поставить output сервис и сюда могу поставить как вы понимаете тоже output сервис и здесь единственное что мне тоже остается поменять конкретную реализацию этого интерфейса на абстракцию и теперь получается что мне абсолютно не важно какая будет реализация мне у меня появляется возможность выдавать все сообщения либо в тот либо в другой ну если говорить про тот случай когда половина туда половина туда это уже как бы другая другой кейс так сказать мы про него пока не будем говорить таким образом нам вот эти строчки которые закомментировал не нужны я их удалю основательно рекомендую вам тоже удалять ненужные код потому что он вводит заблуждение причем очень сильно ну а теперь давайте попробуем запустить и давайте поставим дебаг и запустим с дебагом чтобы посмотреть по какому сценарию пойдет работать программа вот остановился вот остановился дебаг вот у нас пошел проверили что есть аргументы действительно есть вот мы их разделили на две части теперь у нас две строки минус минус output и вторая ну то есть нулевая минус минус output и первая консоль мы проверяем если первая равно консоль да это действительно так и здесь у меня компилятор показал что это действительно так и соответственно он проваливается в этот и теперь у меня output сервис вот этот вот превращается упс не туда нажал в 10 в 10 превращается в консоль output сервис и теперь у меня дальше во все мои провайдеры проваливается консоль output сервис вы видите вот здесь вот давайте прям вот так покажу если получится нет не получится ну ладно То есть теперь у меня конкретная реализация падает в конкретный сервис И, собственно, я теперь запускаю это все, отпускаю дебаг Вот у меня пошла работать программа 43, 43, допустим, умножить И 1849, все вывелось в консоль, как вы видите, все отлично работает Теперь давайте поменяем эту штуку все И давайте это поменяем другим способом Давайте я открою папку, где лежит калькулятор Покажу, как эти аргументы докидывать непосредственно в приложение, в программу Ой, она где-то открылась, не там Вот, в папке bin Это у меня, так, это дебаг Давайте дебаг переключимся Есть нет пятый И здесь есть где-то тут экзешник Вот он Это вот как раз тот самый мой калькулятор Давайте вот это окно откроем из терминала Вот Давайте сначала получим ошибку Это на самом деле очень просто Мне нужно выполнить Я напоминаю, что у меня тут терминал, а не консоль Поэтому мне нужно сделать вот так Где он? Экзе Я нажимаю выполнить И я получаю unhandled exception То есть тот самый, который у нас был где-то тут Вот, аргумент null Ой, да Вот он, аргумент null exception А теперь если я скажу Вот, тире, тире Что там был Out Put Равно Ну, на самом деле не важно Да, там mb или допустим Еще какое-то Главное, что не output Я не делал проверку Ну, например, mb, то есть message box Я нажимаю enter И посмотрите У меня начала программа работать уже в другом окне Введите строку Пусть будет это Enter Снова модельное окно Вот эта строка Оператор ввести Ну, в общем, вы понимаете Вот О, как 11,19, круто И программа завершила работу То есть вот таким вот образом Я подсунул сюда это Тем более Если я напишу сюда Console Все отработает по общему принципу И здесь пусть будет Ну, разделить Вот, 1,59 То есть Понятно, как работают аргументы Тоже так попутно показал Я думаю, что пригодится Ну, далее На самом деле Это еще не все Это на самом деле Только начало Итак, давайте предположим Что у нас Нет, давайте начнем с того Что у нас теперь есть Итак, у нас есть абстракция Которая называется IOutputService И у нас есть два класса ConsoleOutputService И MessageBoxOutputService Которые реализуют этот интерфейс Я напоминаю Что до версии 8.0 Языка C Sharp Имплементация То есть реализация Конкретного В интерфейсах Она была невозможна С версии 8.0 Реализация Возможна Но все равно Я по привычке Реализацию не делаю Хотя в некоторых случаях Ну, бывает Базовые Простейшие реализации Можно делать Итак У нас есть интерфейс Который называется IOutputService Давайте я его покажу В котором есть метод Print И у нас есть две реализации Который называется ConsoleOutputService И MessageBoxOutputService У них в каждого есть проверка У них в каждого есть проверка На то, что у нас Message Текст сообщения Который будет введен На экран Или в консоль Проверяется Что он действительно введен Не равен null Так что же такое Абстрактный класс Вот сейчас мы как раз Сделаем абстрактный класс Для вот этих двух классов Консоль И MessageBox И в него запихнем Вот эту вот реализацию Что это такое Получается абстрактный класс Тот, в который Можно запихнуть Абстрактную То есть Реализацию В отличие от того Что в интерфейсе Нельзя до определенного Времени было Теперь можно Кстати Ну тоже там есть Некоторая путаница Ладно, не важно То есть Мы сделаем базовый класс Который называется OutputService Давайте я его тоже Создал в папке Base Назову его OutputService Ну, не просто А допишу еще Base Ну, это опять же Привычка Ну, если я точно Я знаю, что Output Вот так вот Напечатался Что если приписка Base Значит он абстрактный Ну, опять же Это сугубо Мои личные конвеншены И я, в общем-то Настоятельно рекомендую Вам тоже Как-то по названию Отличать Итак, у меня сейчас Просто класс И для того, чтобы он Стал абстрактным Мне нужно указать Что этот класс абстрактный И что это дает Это мне дает следующее Давайте перейдем вот сюда И я попробую создать Его instance Var Output Ну, давайте так вот Output Равеню Output Base Base создать Ну, она его не дает создать Потому что его действительно Создать нельзя Visual Studio оказалась у меня Она говорит Она говорит Что я не могу создать Этот сервис Потому что он является Абстрактным И это, собственно говоря Тот из плюсов Которые, в общем-то Нужно использовать Итак У меня есть Консоль Output Service И MessageBlock Output Service Говоря Я хочу воспользоваться Вот этим классом Которым Хочу реализовать То, что есть В обоих сервисах По умолчанию Я проверяю здесь Message Я проверяю здесь Message Я хочу этот функционал Вынести В абстрактный Базовый класс Чтобы мне не приходилось Это писать Во всех остальных классах То есть Если говорить Про интерфейс Которым до какого-то Определенного момента Нельзя было делать реализацию Отличие было в следующем В интерфейсах Можно было объявить Методы Свойства Собственно говоря Функции Которые должны быть Реализованы В классах Наследниках А в базовых Абстрактных классах Ну, или в абстрактных Классах Можно было написать Реализацию Честно говоря Теперь интерфейсы И абстрактные классы Немножко сравнялись По самому функционалу Ну, в общем Тут как бы Надо в общем С умом к этому подходить Интерфейсы Появились в них Имплементация Там для поддержки Версионности При разработке Каких-то сбор Библиотек Майкрософт это описывала Зачем они это ввели Ну, в общем Я продолжаю Использовать интерфейсы По образу и подобию Как они были раньше И, в общем-то Еще раз Вернемся к нашим баранам Интерфейсы Были сделаны Для того Чтобы объявить Реализацию А базовые классы Чтобы вынести Общий функционал В абстрактные классы Которые нужно было Реализовывать Чтобы Некоторый Обобщенный функционал Был По умолчанию В реализованном Интерфейсе Или в реализованном Абстрактном классе Итак, что у меня есть У меня есть Проверка На Нул Ну, давайте И здесь И здесь Это сделаем Абстрактный Класс У нас должен Поиметь В смысле Получить возможность Валидации Какого-то Метода Да И допустим Смотрите Давайте сделаем Паблик Ну, для начала У нас Абстрактный Класс Должен быть Иметь возможность Выполнить код Да То есть Тот Который Общий код И я его Сделал абстрактным Потому что Здесь у меня Нужно Как раз Ввести метод Который Называется Void Ну, в смысле Это будет Не функция А метод Который будет Print По образу И подобию Так Наверное Я сейчас Непонятно Рассказываю Да Непонятно Давайте По-другому У меня есть Ну, давайте На примере Одного Консольного Вот Output Сервис У меня Есть вот эта Строка Которая Дублируется Во все остальные Мне нужно Перед тем Как вывести Что-то на экран Мне нужно Это проверить Для того Чтобы это Не нужно Было проверять В каждом Из наследников От Output Сервис Я хочу Сделать Базовый Класс И это Будет Выглядеть Другим Образом То есть Я Уже Делаю Наследником Смотрите На самом деле Все Здесь Как бы Достаточно Сложно Но я попытаюсь Объяснить Смотрите Я могу Сделать Консоль Output Сервис Наследником От Output Сервис Вот таким Вот образом Давайте Ctrl С И Сказать Что Множественное Наследование Все Шарпи Запрещено Но Интерфейсов Может быть Сколько Угодно То есть Я От Одного Базового Класса Наследовал Output Сервис И сказал Что Мне Этот Класс Вот Именно Этот Реализует Интерфейс Если Я Сейчас Скопирую И перенесу В базовый Класс И скажу Что У меня Теперь Базовый Класс Реализует Этот Интерфейс Ну Естественно У меня Попросит Написать Реализацию То Как раз Консоль Отпут Сервис Скажет Что Теперь Давайте Сохраню Теперь Вот Эту Штуку Вот Этот Вот Его Писать Не Обязательно Потому Что Вот Этот Класс Если Реализует То Значит И Этот Реализует На Данный Момент У меня Здесь Есть Принт Сервис Консоль Отпут То Если Я Удалю Он По Прежнему Останется Вот Давайте Вот Так Если Это Оставить То У меня Написано Что Так Как Уже Базовый Класс Реализует Этот Интерфейс То Текущий Класс Не Должен Реализовать Этот Интерфейс И Он Мне Вот Здесь Как Раз Про Это Говорит Что Нужно Написать Либо Нью То Новая Реализация И Тогда Она Будет Игнорировать Ту Штуку Которая Лежит Вот Здесь Ой Либо Удалить Этот Метод И Тогда У меня Это Будет Реализация Внутри В общем То Что Я Сделаю Я Пока Этот Метод Вот Так Закомментирую И Сделаю Реализацию Вот Видите Что У меня Теперь Output Интерфейс Он Подсветился Сереньким И Теперь Когда Я Буду Печатать Мне Нужно Сделать Таким Образом Чтобы Происходила Проверка Я Специально Не Стал Удалять Я Скопирую Эту Штуку И Вставлю В Базовый Класс Теперь Она У меня Всегда Будет Отрабатывать В Этом Месте И Если У меня Будет Ошибка Будет Выдаваться Ерор Тот Самый Ну А Теперь Мне Нужно Сделать Так Я Во всех Наследниках То есть Это Вписать Можно Но Это Работать Не Будет И Я Здесь Напишу Абстрактный Метод Который Будет Реально Заставлять Вас Ну То есть Тех Кто Будет Наследоваться От Много Класса Сделать Реализацию Этого Метода И Я Сделаю Давайте Я Сначала Напишу Я Скажу Public Не Не Публика Public Я Скажу Что Он Обязательно Абстрактный Если Я Сказал Что Он Абстрактный Значит Тот Кто Наследуется От Этого Класса Должен Обязательно Написать Его Реализацию В Своем Классе Наследники Говорю Сумбурно Но Лучше Переслушать И Понять Итак Мне Нужно Сказать Void Потому Что Мне Нужно И Пусть Будет Print Ну Вот Такой Вот Print Сейчас Она Мне Скажет Что Ну Давайте Назовем Его Custom Да То есть Собственная Реализация Print И Так как Он У меня Абстрактный У него Не может Быть Тело Вот Собственно Говоря У меня Этот Вот Print Теперь Есть Custom Print Это То Что Будет Реализовано В каждом Классе Сейчас Покажу То есть У меня Есть Output Service У него Есть Print Но Для Того Чтобы У меня Реальный Print Свершился Мне Нужно Называет Internal Print Или On Print Или Или Допустим Ну Давайте Output Вот Так Вот Давайте Я Назову Output Вот И Таким Образом Получается Что У меня Есть Output Service Который Требует Реализацию С этого Print Но У меня Есть Уже Базовая Проверка В базовом Классе А Все Остальное Что Нужно Для Каждого Из Классов Наследник Я Вынес В Абстрактный Класс Класс Который Должен Быть Реализован Но В Другом Классе Теперь Если Перейду В Консоль Output У меня Output Service Base Подсветится Красным И Класса Абстракт Класса Абстракт Превратился В Классе Наследники В Оверайт Output И Теперь Я Сюда Могу Вставить Вот Это Вот Сообщение А Тут Мне Нужен Месседж Я Неправильно Написал Базовый Класс Давайте Его Перепишем Так Как У меня Месседж Здесь Проверился Я Должен Сюда В Output Добавить Я Добавляю В Output И Теперь Это У меня Точно Стринг И Я Точно Знаю Что Он Вот Так Вот Да А Ну Так Нельзя Я Потому Что Если Ну Тогда Будет Exemption И До Этого Строчка Не Дойдет А Я В Этот Метод Output Передал Значение Этого Параметра И Он Выполнится Как Раз Том Методе Output Print Теперь Переключаемся В Консоль Вот Появилась Месседж Которую Я Добавил И Появился Собственно Горя Тут Консоль В Рай То Для Конкретной Вот Этой И Вот Так Вот Скопируем Перейду Ну Вот Здесь Студия Любезно Подсказывает Что Этот Метод Можно К Наследнику Вернуться Я Просто F12 Нажму Сюда Перепрыгну И Здесь Напишу И Так Как Этот У меня Метод Public У меня Так Давайте Договариваться Начал Класс У меня Есть Абстрактный То Все Абстрактные Методы Должны Быть Protected И В общем То Подсказывает Студия Давайте Я Сделаю Его Protected Потому Что Public Видны Во всех А Protected Только У Классов Наследников И Для Того Чтобы Теперь Давайте Всю Эту Шнягу Бодягу Запишем Для Второго Класса Который Называется Message Book Output Service И Так Напоминаю Если Мы Имплементируем Интерфейс То Реализация Здесь Ложится Полностью На Если Мы Используем Базовые Классы Абстрактные Ну Например Output Service Base То Часть Реализации Может Остаться В нем И Visual Studio Заставит Вас Только Реализовать Один Метод В котором Мне В общем То Уже Проверенный Внутри Базового Класса Функционал На Наличие Строки Просто Выведет Вот В Это Место И Я Вот Эту Штуку Могу Отсюда Удалить То Есть На Данный Момент У Меня Собственно Гря Ничего Не Поменялось Но Теперь У Менят Сейчас Что Другое Появилось Да Смотрите Я Как Не Мог Создать Так И Могу И Это Мне Теперь Не Требуется У Меня Есть Класс И Наследники От Него И Я Сейчас Запущу Функционал На Проверку Чтобы Проверить Что Это Действительно Работает Так Во Первых Сейчас Он Наверное Вывалится С Ошибкой Потому Что Только В Дебаге Можно Подставлять А Нет Работает Так Работает Ну Пусть Будет Минус Будет Минус 11 Отлично Все Как Работало Так И Работает Только Теперь У Меня Есть Базовый Класс Который Отвечает За Проверку Мессед Сообщения Еще Раз Напоминаю Что Здесь Может Быть Любой Функционал Который Будет Одинаковый Для Всех Ваших Классов Которые Будут От Него Наследниками Например Здесь Может Часть Бизнес Логики Или Вообще Все Что Угодно На Наследниках Они Могут Реализованы Через Абстракт Оверайт Ну Вот Как-то Наверное Так Ну И Наверное Давайте На этом Заканчивать Потому Что Видео Получается Длинным Кстати Я Очень Прошу Отписаться В Комментариях Какой Длинные Ролики Вам Более Комфортнее Смотреть Длинные Там Около Часа 30-40 Минут Может Быть По 30 Может Быть По 10 Минут В Общем Отпишитесь Пожалуйста Для Меня Это Очень Важно И На Этом Наверное Все Пишите Правильный Код Все Продолжение следует